Саламу алейкум. Меня слышно? Всем хорошо? Да, да. Так, у нас сегодня с вами первый урок. Мы с вами будем изучать Коран, и как читать Коран, и что такое Коран. То, что с этим связано, иншаллах. Где-то, может, и арабский язык. То есть, разное-разное, что у нас связано непосредственно с Кораном, иншаллах. Давайте узнаем, что же такое Коран. Давайте вот кто что знает или может сказать, что такое Коран. Что-то священное писание, посланное проку Мухаммаду. Хорошо, да. Еще что можно добавить? Мухаммад, что добавишь еще? Что это писание Аллаха. Что-то последнее писание. Да, последнее. Неискажаемое никем. Никто не сможет исказить. Хорошо. Малик, что еще добавить может? Малик, что еще можно добавить? То, что его надо читать, чтобы улучшить суры для молитвы. Что в молитве мы читаем что-то из Корана, можно сказать. Чтение его является поклонением. То есть само чтение Корана является уже поклонением Аллаху спонатали. То есть это такое дело, которое награду Аллах дает и которое богоугодное дело. То есть Аллах спонатали доволен тем, кто читает ради него Коран правильно, так как он был испослан. Мы, иншалла, с вами некоторые моменты еще по определению Корана будем брать частично. То есть что-то сегодня и на следующих уроках что-то дальше будем. А вы, иншалла, будете тоже на следующем уроке мне расскажете, что же вы помните. То есть возьмем часть. Во-первых, уже сказали, что Коран – это слова Аллаха спонатали. То есть когда мы говорим, что это слова Аллаха субхануа тааля, то есть это значит, мы исключаем принадлежность этих слов к каким-то творениям. То есть Аллаха субхануа тааля, к тем творениям, которые были сотворены Аллаху субхануа тааля. То есть мы можем сказать, что эти слова не принадлежат людям, не принадлежат ангелам, не принадлежат джинам и так далее. То есть это слова Аллаха субхануа тааля. Как вы можете сказать, кто такой Аллах субхануа тааля? Кто такой Аллах? Ну, Бог. Знатель всего, Всевышний. Ага. И что еще можно сказать? Да, то есть Аллах – это творец, создатель всего, Господь, правильно. Что еще? Что вот? Что это подразумевает? Что это единственный Бог, достойный поклонению. Да, что это единственный достойный поклонения. Хорошо. То есть понимая, кто такой Аллах субхануа тааля, да, то есть понимая его величие, понимая его прекрасные имена, ну, это как бы в разделе чуть-чуть вот ахиды больше или там разбирают, да, но тем не менее будем чуть-чуть затрагивать это. Уже понимаем величие его слов, да, то есть когда мы говорим, что это слова Аллаха субхануа тааля, зная, кто такой Аллах субхануа тааля, да, то есть он творец, он создатель всего, он исцеляющий, да, он дающий жизнь, он дающий риск, да, то есть пропитание, дающий, ну, все, да. Соответственно, понимая, чьи это слова, кому они принадлежат, в этом также заложено возвеличивание, да, возвеличивание слова Аллаха субхануа тааля, да, то есть это не слова просто там какого-то человека, допустим, да, или даже пророка, а слова самого Аллаха субхануа тааля, да, который является творцом всего, да, который дает жизнь всему, умервляет, да, дает, наделяет всем благом, наделяет всем-всем, что у нас есть. Хорошо, то есть таким образом слова Аллаха субхануа тааля, да, это не просто как-то восприниматься должно, как вот слова людей, да, то есть слова творца. Да, это первое. Второе, на что обратим внимание, это то, что сегодня уже сказал, да, по-моему, Ильяс, то, что это было пророку, саллаху алиху ассалям, да, неспослан. То есть, да, у нас действительно Кур'ан, это неспосланный на сердце пророка, саллаху алиху ассалям, да, и что это говорит? То есть, когда мы говорим, что Кур'ан, это, да, это слова Аллаха субхануа тааля, ну, книга уже как бы в том варианте, который мы сейчас видим, да, и мы можем прочитать это, да, ну, это слова Аллаха субхануа тааля, которые неспосланы на сердце пророка, саллаху алиху ассалям, то есть здесь мы исключаем все предыдущие книги, да, то есть вы знаете, что до Кур'ана были неспосланы другие книги, правильно, знаете или нет? Да, знаю. Да, да. Может, знаете, какие-то названия и кому были они? Тора, Библия, Евангелие, ну, это вроде одно и то же. Ну, да, Евангелие, да, Инджииль, это был неспослан пророку какому? Точно не помню. Пророк Аиса, алейху ассалям. Аиса, да, вот был Инджииль. Таурат, да, было Муся, алейху ассалям. Да, и другие там свитки Давуда, например, да, то есть Давуд был тоже ему свитки. То есть упоминается, да, в истории пророков, что были неспосланы какие-то книги, да, или там свитки, ну, возьмем так глобально, как книги, и другим пророкам, да, мир им. Но когда мы говорим про Коран, мы говорим именно то, те слова, которые неспосланы были пророку Мухаммаду, алейху ассалям, и тем самым мы исключаем все другие книги, вот эти, которые были неспосланы. Да, то есть в этом есть особенность тоже, да, еще другие мы будем брать с вами там описания, иншалу, на следующий раз какие-то. Но в этом есть особенность, что когда мы говорим Коран, мы не имеем в виду какие-то другие слова Аллаху Субхану Ваталя. Да, то есть то тоже было неспослано пророку, там, например, Аисе, да, и тоже какие-то характеристики были, допустим, у Инджиль, да, определенные, так как это от Аллаха Субхану Ваталя. Но когда мы говорим Коран и все те особенности, которые у него есть, да, это конкретно вот неспосланный пророку Мухаммаду, саллиллаху алейху ассалям, это исключает все предшествующие книги. Хорошо, это вот такие пару моментов по определению, еще другие, иншалу, будем брать на следующий раз. Что я хотела сказать? Значит, перед тем, как мы читаем Коран, что мы с вами читаем, что нужно произнести перед началом чтения Корана? Бисмилляхи рахмани рахим. Ну, бисмилляхи рахмани рахим, это, да, это когда вы начинаете сурово, например, читать. Мне надо еще аудопилив на читание Раджим. Да. Омовение взять надо? Ну, омовение, да, омовение, это, если вы хотите взять Коран, допустим, в руки, да, то есть вы делаете омовение, чтобы ваше тело было чисто и была возможность трогать Коран, да, да, это омовение. Ну, имеется в виду именно с слов, то есть когда мы приступаем просто к чтению Корана, вот вы сели, у вас намерение читать Коран, то еще перед тем, как вы начнете читать, ну, вот сначала суры, да, начинайте там какую-то суру, например, сурат аль-фатиха или сурат аль-нас, вот будем читать. Первое, что нужно сделать, ну, как бы вознамерились что-то прочитать, и первое, что вы делаете, это читаете истиада. Истиада – это слова ауузу билляги минэ шейтану Раджим, да, то есть я ищу защиты у Аллаха от проклятого шейтана. То есть это слова, которые мы, как бы, в преддверии чтения, перед тем, как начать чтение, произносим. Это не является частью, как бы, Корана, то есть это, ну, не аят какой-то, да, это то, что пришло с долилями на то, что мы должны, как бы, произносить до начала чтения. То есть вы садитесь и читаете истиаду, говорите ауузу билляги минэ шейтану Раджим, да, читаете вот эту истиаду. Это уже, вот, например, если вас трое здесь на уроке, да, это уже, как бы, других присутствующих и вас, если вы сами, настраивает на то, что сейчас будет читаться Коран. И ничего из этого не будет упущено, да, то есть вы уже, ну, как бы, если бы начали сразу читать с первого аята, то если бы вас кто-то слушал и хотел послушать значение, то он бы упустил, пока он понял, что вы вот уже читаете Коран, да, там прошло бы уже один аят, допустим, или его часть, и значение какое-то бы упустилось. А так уже истиаза, это как будто такой знак, да, ну, во-первых, это дуа, то есть вы, как просьба, да, калаху спанадаля, это мольба о том, чтобы вас защитил от проклятого шайтана, да, а дуа – это тоже поклонение. Плюс у него еще такие вот функции дополнительные, да, настроиться, что вы сейчас будете читать Коран, собраться вам, например, если вы сами читаете, как чтец, или тот, кто вас слушает, да. То есть первое, перед тем, как читать Коран, мы читаем истиазу, вот, поэтому начнем с истиазы, попробуем ее произнести все, да, вот у вас она перед вами написана, и после этого уже пойдем посмотрим саму суру. Ну, как я понимаю, все знают буквы и немножко там что-то умеют читать, правильно? Да. Мухаммад тоже? Да, да. Хорошо. Ну, давайте попробуем, давай Ильяс, Ильяс, вот, ну, прочитай истиазу. Да, только не «минна», ну, одна, «минна шайтанир радим». Щен две, да, удвоено, а «ну» нет. Еще раз. Аузу билляги «минна шайтанир радим». «Минна шайтанир радим». Еще раз повтори вот это. «Минна шайтанир радим». «Минна шайтанир радим». Хорошо. Малик. «Ауузу». «Ауузу». «Би Аллах». «Ауузу билляги». «Ауузу билляги «минна шайтанир радим». Да, «минна шайтанир радим». «Минна шайтанир радим». «Минна шайтанир радим». «Минна шайтанир радим». хорошо и мухаммад аузу билле имена шайтань ау за билле имена шайтанье джим хорошо то есть ну чтобы уже вы себе это запомнили в следующий раз когда мы будем начинать будем возвращаться к этому еще и визуально чтобы вы понимали что это да прочитать его и выучить как она как читается из театра это называется у нас из театра хорошо теперь мы будем с вами читать постепенно и какие-то правила узнавать начнем суры а нас потихоньку что-то будем брать и значения и так далее я думаю может вы и большинство ее и знаете но мы будем читать с вами корректировать так скажем чтение если кто-то знает и на память до чтобы это было вот приближено к максимально возможному лучшему чтению на данный момент для вас так вот здесь уже когда я вас просила с чего начинаем да вы сказали на самом деле мы читаем начало суры вот если мы начинаем читать сначала суры после того как мечта прочитали истиазу мы читаем да да вот уже здесь это действительно начало с пасмали да и начинаем бисмин лайнер во память это когда вы будете читать суры да обязательно начинаем чистоем бисмин лям хорошо кто-то хочет начать и желающие Только удвоение не теряй. Бисмилляхи не рахмани, а бисмилляхи рахмани, как удвоенное ра и две. Хорошо. Маликин нас, Иляхин нас. Не, 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 повезусь. Мечтай дальше. Ну, хорошо, продолжи, я потом тебя подправлю. Ты эту суру на память знаешь, правильно? Да. Хорошо, сейчас давай тогда мы всех прослушаем, что они знают, а потом к тебе вернемся. А Мухаммад? Бисмилляхи рахмани рахмани. Миннальджиннати ваннас. Хорошо, Малик. Маликин нас, Иляхин нас. Миннальджиннати ваннас. Миннальджиннати ваннас. Хорошо. Так, будем с вами постепенно исправлять. Конечно, у всех были ошибки. Нет, еще не конец. Еще продолжим. Значит, начнем еще раз с басмилля и первый аят. Хочу первый аят подкорректировать каждого, чтобы сегодня, а потом будем дальше. И вы уже в дальнейшем, когда будете эту суру читать на память, то постарайтесь ее повторять не так, как вы зазубрили, возможно, с ошибками, а вот исправляя какие-то моменты, на которые я вам буду указывать постепенно, постепенно мы улучшим. Хорошо. Ильяс, давай басмилля и первый аят. Так, стоп. Теперь смотри. Буква КАХ не КУЛЬ, а УЛЬ. Смотрите, не спеши. Сейчас мы уже не спешим. Все, теперь спешка закончилась. Меня интересует теперь четкость. Мне нужна каждая буква, чтобы была прям супер правильно. УЛЬ. КУЛЬ. 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 Подожди, не спеши. Мы пока над буквой, словом КУЛЬ. Я хочу услышать, скажи мне. КУЛЬ. КУЛЬ. Нет, смотри, ты говоришь КУЛЬ. 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 Вот как ты, например, раз, ладошку поставил на стол, не отпрыгивает, вот язык тоже дотронулся. КУЛЬ. 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 И буква РА, это твердое, остальные все должны быть мягкие у тебя. А. У. А. А. У. А. 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 У. А. А. У. КУЛЬ. А. У. А. А. БИ. БИ. Р. А. Ага, только не оглушай, би, четко, би, бироби, бироби. Не, только не бироби, р, тут не нужно, как бы, она одна здесь, она просто твердая, бироби, 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 нас, нас, бироби, нас, да, вот это нун, где чуть-чуть ее нужно придержать дольше, она вдольче, чем, например, в других случаях, просто отдельно, бироби, бироби, нас, бироби, нас, бироби, нас. Хорошо, полностью аят прочитай. У. 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 этот аят сначала хорошо все бараковых мухаммад еще а так бисмиллехи рахмани рахим разера давай вот попробуй видимо у тебя есть немножко сложности да иногда но мы будем с этим работать иншалла если ты постарайся то она уйдет у тебя вот это вот ну как такая сложность иншалла уйдет давай попробуем еще раз вот этот бисмиллех сказать где идира вот постарайся если у тебя получится иншалла вот как можно больше повибрировать на нем то есть вот так сказать бисмиллехи рахмани рахим если как сможешь так и скажи хорошо пока мисс мухаммад давайте давайте еще раз вот ильяс и малик по одному разу пока мухаммад может подключиться мухаммад еще раз может выйти и зайти давай ильяс еще раз бисмиллехи рахмани рахим уль бисмиллехи рахмани рахим да и ты смотри у тебя твердо чуть-чуть получается ильяс подожди ты говоришь рахмани рахим буква х очень мягко а рахмани они рах них так это интернет выбил ну да давай мухаммад тогда будет давай письмиллехи рахмани рахим вот это лучше чем то что до этого хорошо на этом будем пока акцентироваться хорошо отлично теперь первое так куль аузу бироббин нас только не куль а уль и не не спеши лям тоже придержу куль а куль аузу бироббин нас буква заль а куль аузу бироббин нас хорошо только давай вот это дольше как я говорила вот маленькую ильясу бироббин нас хорошо попробую теперь с буквой а вот середина горла нам нужно вот иногда может так играли сможет с детьми не знаю когда были поменьше пытаемся в горло говорить вот такой звук какой-то как например и вот такой в горле так сжимается горло вот это айн вот такой примерно звук дает такой немножко едкий попробуй его сделать Мухаммед опять пропал Мухаммед еще раз давай давай просто на этом слове да вот еще раз вот прямо на горле сконцентрируйся хорошо отлично весь аят только не спеши и вот удвоение все соблюдай давай хорошо да так все значит сегодня мы с вами первый аят разобрали такие будем уроки делать небольшие но вот практикуйтесь пока мы сетят аят себе когда вы будете читать да просто вспоминайте то есть я не буду вам задавать там супер домашних заданий чтобы вас нагружать просто чтобы вы как бы запоминали то что мы с вами берем на уроки и практиковались уже их ну в обычной жизни так скажем хорошо есть ли вопросы нет хорошо тогда это конец нашего урока иншалла будет вам польза и мы встретимся с вами на следующем уроке также вот субхану каллему и хамдик ашаду ла 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 саляму алейкум арахматуллахи абракату алейкум алейкум ассалям алейкум ассалям а